вот после того как построили массив мы сделаем массив систем координат стоек локальных что потом по ним можно было сделать массив привязки сборки для этого переместим их ниже по дереву после элементов вытягивания так как мы на эти элементы завязались формулами шага массива эта система си с 1 сделаем массив по направлению z могу 4 количество я потом приравняю допустим на 300 и вторая система координат массив из двух элементов то и направление по оси z в уравнениях шаг 1 массива арка ван с координат системы в уравнении шаг 1 массива равняется уже известному шагу стоек и количество равняется уже известному количеству стоек с вторым массивом точно так же с вторым массивом точно так же шаг равняется до 91 все все системы координат стали на свои места теперь сделаем локальные системы координат для ребер ребер которые будут на сердечнике построим систему координат от cs1 со смещением смещение по z а выберем цилиндрическую систему координат ну и зададимся например что у нас ребро будет первое вертикально в и и и и и и и первое значение смещения равняется у нас толщине этой стоечки радиус равняется диаметр цилиндра на 2 а есть один нюанс по части поворота ребра верно допустим пока на 60 градусов и ориентация вокруг м з з з з з з з з Угол ориентации локальной системы координат к углу ее поворота. Сразу допустим, что значение может быть отрицательным. Кстати, и со смещением тоже. Повернулась не в ту сторону. Поменяем знак. Теперь уже можем задавать угол поворота. И сделаем сразу массив. Он предлагает массив по привязке, но мы сделаем массив по двум направлениям. Первое. Если мы хотим создать два направления, такой своеобразный цилиндр сделать из объектов, нам нужно первым задавать именно направление протяжки, а не вращения. Далее выбираем вращение вокруг оси той же самой Z. И здесь мы не можем взять и 360 разделить на количество элементов. Это мы уже зададим формулой. Поэтому я задам, что это у меня будет 6 объектов. 60 градусов. Вот получается такой цилиндр. Теперь в уравнениях массива выбираем массив. Шаг по длине. Шаг по длине будет равен тоже D87. Количество по длине будет равняться количеству стоек минус 1. Угол поворота равняется 360, разделить на количество по углу. Регенерировали. Ну попробуем изменить количество стоек. И попробуем поменять количество по углу. Видим, что распределяются системы координат равномерно. То же самое сделаем для ребер по крайним стойкам. Тоже систему координат цилиндрическую. Цилиндрическую. Регенерировали. Регенерировали. Вот酒. Регенерировали. Регенерировали. Тоже sinful помех. Мастя по оценке. Мастя по аконке. Второе, может вернуться землянка. Выбрали систему координат, ее смещение, с допуском, что она будет отрицательная, равняется толщине стойки, и ее позиция по углу, точнее не по углу, а по радиусу равняется, то же самое, диаметр цилиндра на 2. Но мы еще прибавим значение смещения, 10 мм. И также угол поворота. Я просто скопирую уже ранее выведенную формулу и изменю в ней значение. То есть угол поворота это вот этот, угол поворота системы координат, так, и угол вот этот. Окей. Регенерировать. Вот наша система координат. Здесь она уже будет разная. Что там, что там. Количество может отличаться. Это, в принципе... Сделаем тоже цилиндрический массив. Так. Ну вот. Рёбра будут разные, потому что расстояние разное. Поэтому сделаем два разных массива. Один просто круговой. Здесь уже можно разделить на 360, чтобы не убивать дополнительных формул. Допустим, 8. Значит, сделаем отдельную систему координат. Тут уже нам не нужно будет ничего смещать. Тоже цирендрическое. Радиус. Угол. Угол поворота относительно оси Z. Так, Z0, угол 60. Так, и вокруг оси Y развернём на 180. Клик mix. Докумя 10. Так, какие параметры нам здесь нужны? Нам нужны только углы. То есть, вот этот угол равняется 90 минус вот этот угол. Так, еще диаметр, то есть, радиус равняется точно так же D60 на 2 плюс 10. Было симметрично. Или можем просто приравнять к уже существующему радиусу первой стойки. Так, массив этой системы координат относительно оси. Приравняем числам массивов. Так, вот у нас все симметрично. Продолжение следует... Продолжение следует...